МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости нашего города в студии Ирина Потехина. И вот некоторые темы выпуска. Грипп опять подложил свинью. В три раза за два дня увеличилось число людей, инфицированных вирусом H1N1. Удобство на улице в ноябрьске должникам перекрывают канализацию. Раньше просто ходили слесаря, как говорится, с тросиками совсем. А сейчас, видите, телевизор, кнопочки. На месте не стоит прогресс. И что пугает россиян? Люди говорят о том, что больше всего беспокоят их в будущем. Число заболевших свиным гриппом в ноябрьске растет, если в понедельник с таким вирусом было зафиксировано 4 человека, то уже сегодня, спустя всего два дня, гриппом H1N1 болеют 10 жителей города. В числе заболевших двое детей и три беременные женщины. Такова информация окружного центра по борьбе со СПИД. Продолжает расти и общее число простуженных в округе. В окружном Роспотребнадзоре говорят, что за последние 7 дней в регионе поставлен рекорд по заболевшим свыше 3 тысяч человек. В ноябрьске эта цифра достигает 500 человек. Еще один школьный класс в ноябрьске отправили на карантин. Сегодня на недельные каникулы ушли второклассники 13-й школы, а уже с завтрашнего дня и по 20 февраля на карантин закроется полностью все учебное заведение. В целом на сегодня из-за простуды и гриппа занятия отменены в трех классах. Помимо 13-й школы это коснулось и первоклассников из первой гимназии, а также целиком 14-й школы. В детских садах ситуация по-прежнему стабильна. Внимание к себе требует Центр национальных культур Днепр. Напомню, в январе он был закрыт по предписанию Мирового суда в связи с несоблюдением правил пожарной безопасности. До сих пор вход в здание опечатан, правда на этот раз уже не пожарными, а судебными приставами. Данные нарушения у нас систематически предъявляются, то есть Центр национальных культур, они с 2008 года у них не выполняются. Дальнейшая судьба ЦНК устранят нарушения и могут в принципе начинать работу. Прием по личным вопросам провел член фракции «Единая Россия» депутат городской думы Александр Хома. Напомню, рекомендовал партийцам встречаться с горожанами как можно чаще председатель местного отделения партии Сергей Белкей. На прием к Александру Хоме на этот раз записались 4 человека, и все как один с жилищными проблемами. Андрей Дмитриев, например, столкнулся с курьезом, каких еще поискать. Андрей участник программы «Молодая семья». Деньги, полученные по программе, он потратил на покупку жилья. Однако спустя какое-то время ему позвонили из банка и сообщили, что счет аннулирован. А аргументировали это тем, что у его ребенка уже есть доля собственности в Нижнем Новгороде, в котором, к слову, не сам Андрей, и тем более его несовершеннолетний сын никогда не были. Только позже выяснилось, что в двух с половиной тысячах километров от Ноябрьска проживает полный тезка Дмитриева-младшего. И теперь молодой человек не может доказать в НГДИ, что тот нижегородский малыш ему вовсе не родственник. Депутат пообещал помочь разобраться в юридической стороне вопроса. На прием приходят, вот я могу для себя определить, либо люди, которые занимаются этим полупрофессионально, скажем так, либо люди, которые действительно отчаялись уже. Первая категория, она как раз всего добивается, а вторая категория от безвыходности приходит и не знает, что им делать. Вот таким гражданам как раз помогать надо больше. Войну должникам объявили ноябрьские коммунальщики. И главное оружие в этой битве – глот. Так называется оборудование для локального ограничения водоотведения, которое уже с конца прошлого года в своей работе используют специалисты, управляющие компанией «Крепость». К настоящему времени они уже установили пять заглушек. Подробности у Ольги Поповой. Не любоваться окрестными красотами поднялись на крышу пятиэтажного дома работники управляющей компанией «Крепость». Здесь они с более важной миссией – установить заглушку на систему канализации. Камера монитора и, собственно, сама заглушка. Если не выдаваться в подробности, вот что из себя представляет глот. Это оборудование, которое используется для локального ограничения водоотведения. То есть в общий стояк не будут уходить стойки только из одной квартиры. Раньше просто ходили слесаря, как говорится, с тросиками, да совсем. А сейчас, видите, телевизор, кнопочки. На месте не стоит прогресс. Сменный мастер аварийно-диспетчерской службы Олег Баранов говорит, это своего рода ноу-хау в мире ЖКХ, благодаря которому бороться с должниками теперь намного легче. И что самое главное, такой метод воздействия на неративых горожан, очень даже действенный. Когда человеку отключают канализационные стоки, он не может ни помыться, ни побриться, ни сходить никуда, то, конечно, действует. Здесь на 8 марта 11 специалисты крепости устанавливают очередную заглушку. Она уже пятая по городу. Было бы больше, но многие должники идут в расчетные центры уже после первого уведомления. По прошествии одного месяца мы еще раз извещаем должников о том, что мы через три дня, то есть еще последнее напоминание как бы идет, о том, что мы через три дня у вас отключим. Если мы не вручили лично под роспись, то мы отправляем с уведомлением. Это юридически считается тоже врученным, чтобы люди поняли, что если они получили письмо, даже если они не сходили за ним на почту, это считается врученным документом. В крепости готовы пойти людям навстречу. К примеру, можно оформить рассрочку платежа. В этом случае часть долга надо заплатить сразу, а оставшуюся часть можно разбить на три месяца. Если у человека долг один месяц, то на квартире, если семья из трех человек, он суммируясь, уже получается как бы трехмесячный на этой квартире долг за коммунальную услугу. То есть буквально на следующий месяц, после неуплаты одного месяца, если семья состоит из трех и более человек, уже имеем право по закону отключать. Мы, конечно, делаем чуть позже это все, через три месяца. Но если все уведомления и извещения на человека не подействовали, тут уж у коммунальщиков не остается выбора. И тогда они прибегают, как говорят сами, к крайней мере. Кстати, за эту крайнюю меру должнику тоже придется заплатить. И установка, и снятие, это услуга еще и платная дополнительно. То есть, когда мы снимаем, выезжаем, то человек обязан еще кроме своих долгов основных оплатить еще и вот эту вот установку и снятие, потому что там задействованы люди, это время, это деньги и все прочее. А это еще плюс 6,5 тысяч рублей к основному долгу. В списке тех, кто в скором времени на личном опыте может узнать, каково жить в квартире с ограниченным водоотведением. Семь человек. Именно столько должников пока никак не отреагировали на уведомления управляющей компании. Оп, оп, вот так. Все? Да. Держим. Ольга Попова, Григорий Куроптев. Новости нашего города. А вот какие меры предпринимать по отношению к самим коммунальщикам, когда они не своевременно, а порой и не совсем качественно выполняют свою работу? Таким вопросом задались жители дома номер 44 по улице Высоцкого. А еще собственников очень волнует, кто заплатит за кубометры воды, которая три недели била ключом перед фасадом многоэтажки. Именно столько времени потребовалось энергогаз в Ноябрьску, чтобы ликвидировать порыв возле здания. Впервые, говорят жители района, заявку они подали еще 21 января. Уже три недели назад, во-первых, образовалась как бы лужа. Вот. И эта лужа начала распространяться вплоть до дороги. Нас погоняли туда-сюда. Естественно, звонили и ходили сколько. При морозах замерзала как бы эта вода, люди падали. Детки тоже. Устранять порыв коммунальщикам пришлось в два захода. Работы начались во вторник, 12 февраля, а завершились сегодня. Что касается того, кому в итоге выставят счет за пролитые в пустую литры, поставщик ресурсов сегодня однозначно заявил, жители не заплатят за них ни копейки. И вот, что в энергогазсноябрьске сегодня рассказали по поводу того, почему так долго авария на теплосетях не была ликвидирована. Одномоментно устранить сразу все технологические нарушения в городе наши специалисты, ну просто физически не в силах. Естественно, в первую очередь устраняются самые серьезные и более крупные. Ну а что касается седьмого микрорайона, то порыв на Высоцкого изначально не был таким критичным, там не было угрожающего разлива. Он находился под контролем наших служб и как бы просто ждал своей очереди. Ну и кроме того, наши специалисты все-таки ориентируются на прогноз погоды, потому что, например, для устранения этого нарушения пришлось отключать половину микрорайона и два детских сада. И, естественно, пережить отключение отопления горячей воды сравнительно проще, скажем, в минус 10, чем при минус 20 и ниже. Вопрос благоустройства и межевания городского микрорайона номер 1 – это проспект Мира, улицы Ленина, Дзержинского и Советская – обсудили на общественных слушаниях. Согласно предварительному плану, который был вынесен на обсуждение, строительство новых объектов здесь не планируется. Зато возможна реконструкция прежних. Так, например, Дзержинского предложено дополнить тротуарами, а дорожное движение здесь сделать двухсторонним. На Ленина – 38, открыть остановочный комплекс, а на Мира – ливневую канализацию убрать под землю. Кроме того, в первом микрорайоне планируется организовать две зоны отдыха – проложить подъездные пути к детскому саду «Золушка» и спортивной школе и школе искусств, а также обеспечить все социальные объекты гостевыми парковками. Все перечисленное предложение муниципалитета, а если у жителей появятся другие идеи по благоустройству микрорайона, в городском управлении архитектуры их готовы принять и рассмотреть до 28 февраля. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила внесенный Миноборнауке законопроект, направленный на поддержку усыновителей и детей-сирот. Согласно документу, семьи, которые взяли на воспитание ребенка-инвалида или ребенка в возрасте старше 7 лет, будут получать единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей на одного усыновленного. Сейчас эта сумма составляет 8 тысяч. Кроме того, законопроект исключает требования о наличии разницы в возрасте между усыновителем и усыновляемым. Предлагается, чтобы в каждом отдельном случае этот вопрос рассматривался судом. Также документ освобождает от необходимости проходить специальную подготовку тех лиц, которые уже являются или ранее являлись опекунами или попечителями детей и при этом не были отстранены от исполнения своих обязанностей. Сегодня на мосту, ведущем на промзону, снова произошло дорожно-транспортное происшествие. Дорогу не поделили Сузуки и Ниссан. Столкновение произошло на перекрестке неравнозначных дорог. При выезде со второстепенной на главную водитель Сузуки не уступил проезд другому японцу. Больше всего в итоге не повезло пассажиру Ниссана. С травмами женщину доставили в ЦГБ. Ей назначено стационарное лечение. За угон машины, возможно, будут наказывать реальным сроком. Депутаты Госдумы готовят законопроект, исключающий термин «угон» из Уголовного кодекса. Хищение автомобиля предлагается приравнять к тяжким преступлениям и наказывать соответственно. В частности, документ устанавливает нижнюю планку тюремного срока – 5 лет и максимальную – 15 лет тюрьмы. В социологии Всероссийского центра исследования общественного мнения выяснили, что больше всего пугает россиян. Как оказалось, сильнее всего наши граждане беспокоятся за будущие детей. Такой ответ дал почти каждый третий респондент. Мучить многих участников опроса также страх, что кто-то из близких может заболеть или умереть. Боятся люди и нищеты, и страх потерять деньги есть почти у четверти жителей нашей страны. Почти столько же с ужасом ждут старости. В список самых страшных вещей попали также ядерная война и национальные конфликты, сообщает Первый канал. А вот что больше всего беспокоит жителей нашего города, сегодня выясняла Ольга Попова. Настораживает то, что цены сильно раздут. И пенсии не хватит нам, наверное, до жизни сейчас 20 лет. За будущее своих детей я переживаю больше всего. Что им достанется? Ладно, мы уже доживем. А им что? Сейчас у меня сын заканчивает университет, а дальше что? Опыта работы нету, стажа нету, никуда его не возьмут. Ну и что? Все. Пять лет проучились, деньги отдали. И результат какой? А вот такой. За будущее детей вообще-то. Чем достанется после нас, после этой политики? Пенсия. Тоже сейчас переживаю, сколько ее будет. Я в основном это внуки, правнуки. А в детей моих, у меня два сына и дочь. У них все нормально. У них работа есть, деньги получают, и при том неплохие. Я считаю, что нормально это все. В общем, все хорошо. Я переживаю, знаете, за что? За то, чтобы у нас медицина хорошая была. Сейчас уже нет такой, какая была раньше. Вот. И до сих пор мы живем в поселке. Дети. У нас уже аварийное, аварийное жилье. И до сих пор ничего нет. Вот сколько можно. Вот за это переживаю. Ну а в завершении выпуска блок спортивных новостей. В эти дни в Тюмени проходит финальный турнир по мини-футболу «Зона Западная Сибирь», в котором 8 команд юношей 2000-2001 годов рождения борются за две путевки на всероссийский финал. Сегодня в обед ноябрьская «Газпромнефть» одержала в своей подгруппе третью подряд победу и вышла в финал четырех с тремя золотыми очками. Теперь для попадания на всероссийский финал нашим мальчишкам достаточно выиграть одну из двух оставшихся игр. В Ханты-Мансийске завершились соревнования по лыжным гонкам в зачет спартакиада учащихся УРФО. На столь престижных состязаниях удачно выступили представители ноябрьской детско-юношеской спортивной школы «Олимпиад» с Максим Сорокин и Дианой Якимец. Подопечные тренера Виктора Ковтуна стали победителями спартакиады. Они завоевали путевки на всероссийский финал и теперь с 5 по 10 марта будут бороться за звание чемпионов России. И это была завершающая информация выпуска. Через несколько секунд прогноз погоды, а я прощаюсь с вами. До свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 14 февраля в Слехарде преимущественно без осадков. Ветер северный, температура минус 19 градусов. В Муравленко временами снег. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура 22 градуса мороза. В Ноябрске небольшой снег. Ветер северный до 5 метров в секунду. Температура 21 градус ниже нуля.